Привет, друзья! Сегодня у нас самая точная винтовка южнокорейского бренда Ivanix Это Ivanix Sniper Он снайпер, потому что он снайпер Он стреляет очень точно У нас вторая версия, последняя, только с буковкой К То есть это укороченный карабин Со складывающимся прикладом Вот, в принципе, самое короткое положение этого карабина Здесь мы видим отполированный орешек Соответственно, щека регулируется как по высоте, так и тыльник по длине Выдвигается, складывается приклад Хороший ствол Lothar Walter стоит немецкий И в целом винтовка зарекомендовала себя как все-таки самая точная Одна из самых точных у Ivanix Несмотря на ее поразительную высокую мощность Как у всех винтовок Ivanix, это прямоток То есть тут мы получаем максимальное давление при выстреле В данном калибре 5.5 мы померим скорость Покажем вам, соответственно, все воочию, что эта винтовка может Без конкретных каких-то вмешательств и доработок У нее такой, скажем, брутальный тактический вид Здесь снизу уже предусмотрено в комплекте тактическая рукоять-упор Спереди мы видим план-девивер для сошек Или для каких-то аксессуаров, которые вы сами захотите поставить Это может быть фонарь, это может быть ЛЦУ, все что угодно Сейчас заправим винтовку со 100 до 250 Нашим портативным компрессором Охотника NET Заправили где-то за 2 минуты сейчас резервуар Точнее колбу со 100 до 250 Стравливаем давление и отсоединяем фосфор На конце ствола мы видим имитацию пламя-гасителя Выглядит классно, выглядит стильно Но, соответственно, с громким звуком данной винтовки Он не справляется, так как он предусмотрен не для этого Здесь стандартный биатлонный взвод То есть обычная скоба Продолжение следует... Если смотреть на доску, естественно, насквозь Ну, 2 сантиметра Иваниксу нипочем Компрессор портативный мы все-таки пробили Правда, попав второй пулей в одну Вот, и, соответственно, у данной винтовки Но поражение по компрессору, несмотря на легкие пули И маленький калибр, достаточно существенные Если сравнивать, скажем, с FX То есть эта винтовка очень мощная Иваникса еще есть в наличии и в Охотника нет Торопитесь И магазин в данном калибре на 10 выстрелов Максимальное давление, которое позволяет закачивать эта колба Колба, кстати, самая лучшая Она ставится также на шведские винтовки FX И на английские винтовки Daystate 250 бар Объем колбы порядка полулитров То есть, несмотря на то, что винтовка не редукторная Она прямоток Все равно у вас выстрелов получается достаточная Эту винтовку можно рассмотреть Не только для спортивной, скажем, точной стрельбы На дальние дистанции с некоторыми доработками Но и, естественно, для охотничьих целей Потому что мощность у нее запредельная Причем, как бы, из коробки, можно так сказать С минимальными вмешательствами в конструкцию Что еще о ней, можно сказать Модель не новая Это не новинка Они появились достаточно давно То есть, как минимум, 5 лет они уже существуют Но, тем не менее, винтовка гораздо стильней Гораздо интересней, чем многие российские винтовки То есть, южнокорейский бренд одно время перевернул Вообще, в целом, пневматический мир Своими электрическими приводами Сделав впервые автоматическую винтовку И, соответственно, они пошли быстрее, чем идет время И сделали вот такую классную винтовку Но сделали ее давно Мы пока такого еще себе позволить не можем Приклад здесь имеет очень много положений Даже если вы человек низкого роста С длинными руками, с короткими руками Вы можете это все самостоятельно регулировать С помощью отведения прикладок Это еще очень большой запас Это, по сути, длина для двухметрового гигантского мужика-великана Как многие наши покупатели Помимо этого, планка Точнее, не планка, а тактическая рукоять-съемная Вы можете ее заменить на другую Которая вам больше нравится Потому что их существует великое множество Манометр здесь находится Очень интересно Он находится за рамой спускового крючка Находится внутри Но ничего не мешает вам отследить ее реальное давление Да, это за рамой спускового крючка Находится в рамой спускового крючка Субтитры сделал DimaTorzok